Областной избирком озвучил предварительные итоги выборов депутатов в Белгородскую областную думу 7-го созыва. По всем 25-ти одномандатным округам победили кандидаты, выдвинутые политической партией «Единая Россия». В процентном соотношении за эту партию проголосовало почти 64% избирателей. На втором месте КПРФ с результатом 13,2%. Также 5-процентный барьер преодолели ЛДПР и партия пенсионеров 6,58 и 5,11% соответственно. Активнее всего голосуют в Веделевском, Ивнянском, Аркетянском, Чернянском районах, традиционно во всех сельских районах. И для города Белгорода скажу, что в городе Белгороде явка составила на 19,36,32%. То есть 75 тысяч избирателей на 19,30 приняли участие в голосовании. Я считаю, это очень хорошая явка для города Белгорода. К полудню 13 сентября на участке номер 253 в поселке Дубовое проголосовало больше половины зарегистрированных избирателей. Один из них – глава региона. Евгений Савченко прибыл на выборы вместе с супругой. Спасибо за наш голос. Спасибо. На этом же участке проголосовал и заслуженный тренер России, депутат облдумы прошлых созывов Геннадий Шипулин. Мы живем в цивилизованной стране, в России. Это наше судьбоносное решение, это наша страна. Мы должны голосовать за ее будущее, за ее настоящее, за ее прошлое, за историю. Мы не должны позволять искажать нашу историю. Мы должны голосовать за будущее. Явка на участке по области составила 54,46%, то есть от общего количества избирателей пришли и проголосовали 669 414 человек. Долг свой выполнил как гражданина Российской Федерации. Надеюсь, что остальные тоже так же выполнят наш долг. Постоянно на выборы хожу. Считаю важным выражать свое мнение, выбирать людей, которые будут меня представлять. Окончательные результаты обл. избирком озвучат на заседании 15 сентября.